Здравствуйте, Валерий Константинович. О, видели? У моих родителей в Манском районе под Красноярском есть дача. Климат резко-континентальный. Под Красноярском. Летом днём жара 40, ночью до нуля. Господи, где же мы такое место-то нашли? От 40 до нуля и обратно. Зимой ветродой минус 50. Стоит ли пытаться вырастить несколько яблок, вишню, черешню, себя надать? Давайте вот на это письмо отвечу. Фух. Попробуйте ответить. Никакой литературы мне посоветовать не могут. Правильно, ой. Это хорошо, что не могут. Я решил опустять все статьи на вашем сайте, одну-две книги. Так, ну насчёт книг. Правда, я не помню. Как же, Алиса, может быть, вы их выписали? А может, и собирайтесь выписать. Без этого, мне кажется, покупать косточки не стоит. Когда вы прочьёте книги, косточек не будет. Так. Нет, будет, но уже не будет такого выбора. Поэтому тут всё надо делать параллельно. А насчёт того, убедить вас, что сад будет, я вам сейчас попробую. Скромный. Я пока понять не могу, если косточку посадить в землю. Как она должна вырастить саженцы и оказаться на возвышенности? О, вот здесь я вам сегодня рассказывать не буду. 49-й вебинар подряд. 49 недель. Вот. Простите, вы правильно начали, что надо мой сайт изучать, книги надо изучать. И вот единственная женщина, да, за последний месяц, два, которая мне выписала 13 дисков. Я вам скажу, всё замечательно. Но те диски, они создавались специально для новичков. Понимаете? Я этот самый, как тот, что увижу, то рассказываю. Что получилось, то рассказываю. Вот так получились учебные диски. Их всего 20. Ну, 13 недавно. Это такой подарок был. Я 3000 заработал со скидкой за 13 дисков. Вот. Но они уже забыты. А ещё у многих есть возможность смотреть эти диски. На компьютерах, на ноутбуках. Но, к сожалению, тишина. Вот. Я сам про них начал забывать. Пока вот не купила женщина 13 дисков по 300 рублей. Да ещё со скидкой получилось. Почти 1000 скидки. Вот это имейте в виду. Так вот. Я сейчас пропускаю этот вопрос. Больше меня волнует вопрос. Ваши минус 50. Поэтому давайте зациклимся. Ну, не повторяйте у меня 49 вебинаров. Это опять с нуля. Может, косточки надо высаживать горшок. А сразу посадить в яму, что он не должен быть заглублён. Что-то уже знаете. Помните, торгаши учат заглублять. Уже знаете, он не должен быть заглублён. Теперь насчёт горшок или сразу? Чуть ниже. Так. Или высаживать косточку в землю неглубоко. Вы всё знаете. А как быть с грызунами? Чтобы они не съели жёрнышко? Или не сгрызли всю косточку? Это я говорю, что неглубоко закопаясь. Грызуны уже ждут. Для них это еда. А глубоко закопаясь, грызуны, может, и не доберутся. Зато потом сгниёт. Вместо радости получите горе. Мне посоветовали косточки яблони замотать тряпку с вонючей мазью. Например, Вишневского. Стоит ли высаживать косточки абрикоса, я бы заверну в вонючую тряпку. Я такого не знаю. Мне почему-то такое подозрение, что это у них вся тряпка, их ещё и убьёт. Страшновато. То есть, кто-то его учил, ну, можете попробовать, я бы не стал этого делать. Но если я как-то обхожусь, Сергей обходится. Какие у него всходы видели? И как-то без мокрой тряпок. Про Маша я уже говорил, ещё буду говорить. Ещё хочу спросить. Гусман Мин-Лебаев в своих лекциях советовал брать чётку подальше от людей, чтобы они ничего не испортили, не сломали, не украили, не поломали. Да, наша дача в 100 километрах от города. У меня было тоже далеко, если брать от города, 30 километров на острове. Уж дальше от людей некуда. Протока не каждого это. Там даже, в мою бытность, даже один человек в протоке утонул. Так что не просто добраться. Ничего, добрались. Подождали, пока перекроют воду на ГЭСе протока. Это сам, в заходном циклах сожгли в чёртовой матери. До сих пор не знаю, за что. Так вот, я к чему говорю. Дальше от людей, дело не вопрос, ближе или дальше, дело вопрос, как вы сможете защитить. Это вопрос серьёзный. Только я вам на него не отвечу. Мой опыт отрицательный. Пожар и миллионы денег, и будущие деньги в трубу. Хорошо горело. Говорят, что я не видел. Машины со всех регионов съехались тушить. Так хорошо горело. Так, наша дача стоит в 100 километрах от города. Стоит ли так далеко высаживать небольшой сад в деревне? Ну, в общем, не ко мне вопрос. К людям, которые будут вас воровать, не будут воровать. Если вы можете написать, буду ждать ответы. Про свой пожар рассказал, про нищету не стал. Если вам удобнее прокомментировать, я буду благодарен. Только по субботам занято. Спасибо, Евгений. Так, значит, в какой последовательности лучше читать информацию? Сверху вниз или снизу вверх? Снизу вверх раз, и лучше все-таки мои диски с номера первого по номер двадцатый ответил. Ну, а теперь смотрите. Итак, если у вас уже какие-то понятия есть, там неглубоко закопают, помните? Вот. Я сажен не заглублен. Молодцы, что-то уже знаете. Вот смотрите. Я вот это... Она случайно попалась. Вот это самый южный юг. Италия, Испания. Вот. Ну, придет время, они тоже погибнут. Морозы к ним придут, не сомневайтесь. А пока вот так. Ну, дело в том, что это один к одному перенесено в наши сады. Вот. И чем дальше, тем злобнее уничтожает штабы у деревьев и так далее. Это я просто... Как вам сказать? Ну, взял, вот, показал. Разве можно вот такую технологию с крайнего юга, Средиземноморья переносить к нам в ледяную Сибирь? Нельзя. Это одна крайность. То есть, вы же участвуйте в вебинаре, участвуйте, значит, уже знаете. Второе. Вот это, если у вас вместо тех дебильных, той фотографии, если вы так будете, если вы зарастите, вы растите семечки на месте, это основа основ. Уже пересаженные саженицы в 2-3 градуса вы все равно теряете в расстройстве. А у вас минус 50. Значит, начинайте с семян. Говорю от души. Надо ли выписывать у Сергея или у кого-то? Ну, с питомника вы знаете, чем кончится. У Сергея, ну, непривитые еще можно. Понадежные яблони, яблони еще можно. Вот, роскошные персики я бы уже не стал. Ну, это ладно, детали. Но начало-начал, это семечка. Неблагопосаженная, зашедшая. Непересаженная ни разу. И неизвечный штаб. С этого начинается росат. Вы выгадываете уже целые градусы морозостойкости. И уже вот это минус 50, вот, видите, оно уже не так зверски звучит. Как если бы вы для начала делали штамбы. Ну, в общем, вам еще придется брать количество. Вот так я сейчас скажу. Да, вот так. Хоть и неудобно говорить, что покупайте у меня побольше. Почему? Часть замерзнет, часть нет. С одного и того же дерева сикотчики будет. Но дальше тему не продолжают. То есть еще количество брать. Вот это у Сергея. Вот так они всходят. Вот так раз, вот так прошли. Вот. То есть я со своей технологией, с аэтостатизированной, не болтун. Видите? Вот. Зайдут вот так. Соседям продадите лишнее. Вот. Тем более они, как сказал этот самый Александр Юрьевич Ваулин, директор института Мяцкого. Все сладкие получились. А ему сенец и вышел. Вот так. А потом вы начинаете, у вас сейчас руки и в вашем манском районе вы скажете, а привилка Амур, а привилка Артем, а привилка Серафим, а они и так-то 40 выдержат. А вот на этих, на патриархах, на подвоях. Вот. Они выдержат и может быть еще 50. Потому что когда вы написали 50, то для нашего Сизима 50. И каждый год 50. Это неправда. Вот. У меня было такое под Красноярском. Да, ну еще 35, самая низкая была. Ну, ни хрена себе. Почему меня пугали? А годом раньше было 45. Вот так. Ну, ладно. Видите как. Значит, шансы есть у нероскошных абрикосов 100-граммовых. Ну, 30-40 грамм, даже привитые вы потянете. Вот. А потом, когда вы густо посылаете. Ну, конечно, не с такой густотой. Столько вам не купить, разоритесь. Это надо быть отчаянным садоводом. Вот. Так вот. Кстати, вот сейчас звонок был из Казахстана. Да, может, это он и был. Вот. Товарищ из Казахстана. Заказал, знаете, что у меня? 500 семечек самых лучших яблонь-груш. Культурных, самых мощных, самых здоровых. Там плоды весом 200-300-500 грамм. Поняли, да? Ну, то есть, есть все-таки среди нас еще романтики настоящие. Вот. А вот это вот маточный сад. То есть, когда-то вы... Вот так вот было. А потом раз. И остается навсегда. Питомник отсюда. А вот тут тоже питомника почти нет. Тут уже, знаете, какие растут мощные среди них? Уже выдавлен почти отсюда. Ушел вправо. Вот. Ну, это, конечно, опыт уже для того, чтобы продавать. Но если у вас будет 100 штук закажете, 80 зайдет. А вот скажут, нафиг на мне 80? Мне хватит 20 некуда. А остальные 60 продадите. Куда вы денетесь? Или как-то соседям. Так. Потом, следующий момент. И про абрикосы поговорили, да? Ранетки видите? Леонид Александрович, привет. Я надеюсь, вы смотрите вебинар. Вот. Я где-то в душе с вами разговариваю. Почему? Тоже Красноярск. Тоже? Вот. И тоже у вас там дача, вроде, у ваших родственников. Вот. А вот это мои ранетки. Дерево после... Вот такое страшнейшее... Огромное дерево после страшнейшей обрезки дала вот эти ветки, которые я то ли продам, то ли не продам, потому что кто польстится, позарится на какую-то жалкую ранетку, когда на рынке яблоки продают. А в фотографиях они размером с футбольный мяч. Ну, чтобы купили. Вот одну ветку я оставил, не отрезал. Вот эти ветки, вот такие плоды. Семечек, что я набрал, лежат. Часть уже продал семечек. Вот. Ну, это наугад. Что вырастет, то вырастет. Рядом культурные опыляли. Может, еще и крупнее будут этих. И черенки. То есть, если вы смотрите вебинар и тут же напишите, хочу хотя бы эти. Майский район, минус 50. Хотя бы такое. Значит, успеете купить у меня семена. 50 или 100 штук. Я все-таки в запасе. Вот это второй палец загнул. Вот это яблони, которые я... Ну, давайте вспоминать. Ну, барынка, правда, не вкусная. Ну, белый налив ранний вкуснейший. Супер морозостойкий. Ну, пипен шафранный. Северный сенап. Я лежа до следующего рожая. И успевают не то, что созреть. Ну, то есть, пусть они до зимы висят. Ну, всю зиму можно кушать. Бывает, даже снег идет, они все висят. Ну, зато это. Вот. Потом, жигулевские из роскошных могут у вас жить. Я уверен в этом, что они замерзнут. В общем, а вот это пример. Вот они. Северкия по двое. Это гарантия морозостойкости. То, что все до единой живы, значит, у них 100% биологическая совместимость. Сибирки и стойги к ним приучены. Заметьте, не сибирки приучены к культурным, а культурные приучены к сибиркам. Вот они. Они уже двухметровые. И как сказали, Ирина Александровна, как вам сказали там, вы нас обманываете, в Сибири не может быть вот таких вот по росту. Да и еще маленькие. Это еще это. Это еще маленькие. Ой, ладно. Похвастался. Ну, потом вот жигулевское, да. Ну, вам такое дерево, я как бы говорю, ну, только мечтать. Да, вот такой 50 градусов мороз может замерзнуть. Что вы начинаете делать? Вы начинаете приближать к земле. И даже персик, у вас же снег вот так будет. Согласны? И даже если он отмерзнет, я не говорю, что персиком заниматься. Но мечтать не вредно. Под снегом персик будет и много будет. То есть, вместо такой кроны, давайте делать вот такую. Низкую. А вот еще ниже. Вот это у меня есть в фильмах. То есть, я брал полено, плоды съели, поленом придавливал прямо к земле, потом выпрямлял и делал учебный фильм. Это единственное дерево, мы никогда ничего не укрывали. Это для вас учеба. Даже персик наглый может. Знаете, что почему? Я не знал в течение десятков лет, я же не мог всю Россию объехать, что оказывается, все, что севернее Москвы и до полярного круга в Европейской России, лето холоднее, чем у нас. Нет, бывает и наоборот, вот как в этом году. Говорят, ну что у нас, Калининградская область, да у чего у нас жара. Никаких дождей. А у меня наоборот дождь. Но это я исключение справил. А если брать в среднем, то у нас в Сибири жарче, чем, допустим, ну как на память идет, это там Вярославская, Костромская, Псковская область. Жарче. Отсюда и шанс. Видите? Помните, там Псковская область, что она написала? Собрала 2 августа эти персики. 2 августа, это же середина лета. Так вот. Совсем будет худо в Майском районе. Сделайте вот так. Слевы крепкие на эту самую, вишни крепкие, черешни могут под снегом жить. Я не пробовал, но Чернышев рассказывал. А вот супер для меня, как сказать, супер авторитет. Вот. Потом яблони могут. Так что полукрывная форма, это совсем укрывная. А вот представь себе, что один побег не хайстет. Замерзнет, замерзнет. То, что по бокам под снегом отсидится. Значит, шансы ваши растут. А ведь это роскошная слива. А вишня? Вишня сама. Для меня незнакома в омерзании вишни ни одной веточки, включая те, что из Харьковской области привез. Представляете? Черешня, да. 30 лет, пока черешню приучил к Сибири. А вот это, кстати, черешневая вишня. Я так назвал. Да вы и сами можете догадаться, да? Как я испортил вишню. А вот эта вишня моя уже, это, ну, крупноплодная вишня. А я занимался селекцией вишни, да. Хоть у меня не это самое, никто. Кто-то когда-то, какой нахрен селекционер? Ну, не знаю. Вишня вот получилось. Получилось, видите? Вот эта дикая, а вот эта вот Жирковская с Украины. Ну-ка, помните, найдите 10 различий. Игра была такая. Найдите хоть одно различие. Ну-ка, еще раз, еще раз. Так, вот он, дикарь, крупноплана. Последний я собрал седьмого, девятого, седьмого и седьмого сентября. Так, что-то мое время заканчивается. Но я еще не закончил с Майнской район. Это не шло же у вас. Так, вишня степная. Самая морозостойкая из всех. Есть еще песчаная, ну, вы помните, мы о ней говорили, что я ею. Это, по крайней мере, кушать можно. Продукты проработки. Немножко испортил, черешняя ветка пожила, прививка, ну, тот самый ментор по Мичурину. Вот, они стали крупнее немножко, а так, в принципе, она от природы самая невкусная, но зато самая морозостойкая. Вот эту еще палец загнули. Ну, вишня войлочная, горстями едим, жарем. Но для этого не надо брать. Помните, я вам фотографию на последнем вебинаре или предпоследнем, по-моему, на предпоследнем. Я вам показывал фотографию волочной вишни в тайге. Не в тайге, а в степи. Не в степи, а в общем далеко за городом. Там на рыбалке я нашел несколько кустов, абсолютно несъедобные. То есть, все-таки, хотя и моя из косточки, но все-таки отбор есть отбор, жрем горстями. И укрыли ее наполовину, растет кустом. Если я не... Я, кстати, нашел у себя растет сенис. Единственное, нашел ветку полутора метровая, без единоя побега бокового. А вообще, это куст. Ну, я потом как бы... А вообще, это куст. Начинается куст от земли. Что это значит? Укроете наполовину. То есть, ее снег укроет. Чем вам не это? Когда едим горстями? Чем вам не фрукт? Эту едим горстями. Да, дикарь, но зато с Украины. Дикарь с Украины, он покруче по вкусу, чем эти самые кичигинские абрикосы, которые, по моим меркам, дикарь, он есть дикарь. Вот. Если вам кичигинские предложат питомники, скажут, что не верьте. Почему? Потому что под этим названием, раскрученным, сейчас дикарей-то и продают. Так вот, этот, по крайней мере, съедобный. И, раз он с юга Украины, значит, там рядом Черное море, сырость невероятная. Он таким называется, Мелитопольский. Вот, сырость в тех краях невероятная. Там, где Хрисонской области, я его веточку добыл, да, море километров 200-250, примерно, Береславский район. Вот. А раз сырости не боится, значит, что? Берете семечки, а у меня баночка одна, двухлитровая, с костиками ждет. Может быть, вас ждет. Почему? Если там такую сырость выдерживают, а здесь после любого мороза вот такие вырожаи, ну, пусть у меня морозы не такие крутые, это ваш шанс. Вот. Еще паре Бродского, я уже фотографию, извините, показывал еще раз. Вот они такие, пусть они такие. Нет, есть крупные, два раза. Это самое первое, когда упали. Вот я сделал фотографию, а тут пригодилось. Это означает, что сырость не боятся, предельная морозостойкость, кости Бродского, я бы тоже вам порекомендовал. А вот это, это рука Елена Александровна Савельевича, мы фотографируем, да, это испорченный манджирский аморикоз, то есть у него получилось родители культурное, согласитесь, что это уже, ну, можно сказать, ну, как сказать, ну, то, что это не дикаритов, 100%, он съедобный, вкусный, все, и плоды и разов, ну, сравните даже с этими. Вот. У них, как бы, кровь уже Королевского, может быть, там, Бая, может, кровь. Амора Артема Серафима, вот, выживет у вас? Нет. Нет, не так. Выживет у вас? Нет, не знаю. Почему? Потому что, когда вы посадите 50, 20, 100 косточек, одни выживут, одни нет. В одних будет больше от манджирца, а других больше культурных. И, если вдруг вот такие вот дойдут дополненношения, считайте, у вас появился новый серый сорт. Я зачем хвастаюсь? Вы знаете, вы увидите, скоро фильм выйдет отдельно от вебинаров, а там я стою возле персика, у которого после двухсороградцев зим ветки пошли ни от, ни с под снега, ни с самого низу, а оказалось, несколько веток то уцелело толщиной там, с мой большой палец, да, толщиной, то есть они перезимовали эти зимы на воздухе, и почки не замерзли. Вот я говорю, а у меня самый северный в мире персик. Когда вот такой ладонь будет ваша, ты еще пятьсот километров северный, или четыреста я не мерил, вот, допустим, не из грязи мороза, вы скажете, самый северный, культурный, то есть они уже, ну, полукультурный это уже можно смело назвать, самый северный в мире полукультурный абрикос у меня в Майском районе. Ну, как умею рассказывать, а? Ну, про сливы что говорить, самая морозостойкая слива у меня китайка, я ее называю красно-синяя, она же служит подвоем у наших роскошных слив, у венгера, у Клода, у роскошных слив, попадались плоды до 80, даже 100 грамм, такие роскошные, благодаря подвою. Каждый год урожай никогда не подзамерзает, не подмерзает, и плоды, что интересно, бывают с горчинкой, ну, как повезет, вот, бывает чится сладкая, еще зависит, вот в этом году солнца нету, сливы невкусные, вот, только венгерки оказались сладкими, почему или плоды невкусные, ну, понятно, почему, я и так знаю, солнца нет, но был неприятный сюрприз, вот, но это одиннадцатый год такой, а так они обычно сделали меня знаменитым, и вот эти вот, даже без прививки, если вы вот это в майском районе вырастите, 100% будут плодоносить, если не, допустим, здесь взять 100 штук отсюда, но дойдет до плодоношения, пусть там 50, ну, пусть 50, то есть зайдут, ну, пусть 30 дойдет до плодоношения, на 20 будут сладкие, вкусные, то есть они себя окупят, я, видите, не преувеличиваю, и не говорю, как те самые, закопайте поглубже, и будут слаще, я не болтун, фух, великие луки, Псковская область, а вы знаете, я почти все, что Павлу интересно, я почти все рассказал, да, Псковская, а, Псковская область, персики-то уже у вас, ага, уважаемый Павел Бродов, рядом с вами, захотите, я вам директорный адрес дам, это Наталье, хотите, раз, теперь, ладно, я уже хотел заканчивать, ну, да, прочту, хоть, начал заниматься, научился, можно ли брать для сеянцев плоды диких яблонь-груш, наука считает, то есть, в лице Мичурина, что нельзя, очень плохая биологическая совместимость, много потерь, вот, или, если вот у меня можно, потому что, кто растет в одном саду, то, это, то уже друг с другом, или, как у меня, варианты такие, у меня дикие яблони к ним привычные культурные, поэтому, Сергей садится на УАЗик, и уезжает к метров за 10, в самую глухую тайгу, копает самые дикие сибирки, что, а увидели же это, питомники вот, сто процентов приживают, почему, культурные приучены, а ваши культурные приучены, именно к диким, принято на юге, на юге, оттуда пошло, прививайте яблони культурные, на культурные, но морозостойкие, а потом раз 40 градусов, в центре, или на юге России, и подвой мертвый замерз, и привой мертвый замерз, все замерзло, то есть, вот эта специальная работа, без сибиряков не обойтись, а груши, сколько раз я говорил, с гордостью, дикие груши, уссурийские, они почему-то совместимы с моими, вот сколько уже сортов, несколько десятков испытал, нету, чтобы вот мертвой прививки, и все, ну как так, а потом они такое-то плодношение, и не считаю алтайская, в скобках, сибирская селекция груши, а я имею в виду чистые груши, с Польши, с Украины, помните дули знаменитые, эти самые, гигант Подмосковья, что это самое, вкуснейшие огромные плоды, это самое, Бельгия там, листная красавица, сразу на диких грушах, прекрасно, вот если вы про дикие уссурийские груши говорите, вот с чего начинался наш разговор, я Тимоша спросил, сколько ведер собрал диких уссурийских груш? 7, я ему за каждое ведро еще по 100 рублей заплатил, он теперь на всю жизнь готов собирать груши, так вот, он потом 2 часа пересчитывал эти деньги, не мог поверить, что можно заработать, они мелкие, это много лазит, и вот получается так, так что, еще раз пришлось повторить, то, что я на Эске Юлинара говорил, дикие яблони, надо, чтобы они были совместимы, дикие груши уссурийские груши, у меня совместимы со всеми, не работал над совмещением, понять не могу, откуда они привезут, 100%, вот это вот, ответил на вопрос, теперь, дички есть с мелкими плодами, на них много яблок, а из крупных их немного, тут получается так, палка в двух концах, с мелкими плодами, значит, более морозостойки, но хуже приживаемость, может быть, отторжение, и неполная биологическая совместимость, это та же не морозостойка, а из крупных, их немного на дереве, значит, он берет семена, выращивает подвои, так, а так как они крупные были плоды, значит, у них как минимум полукультурные, или у них генокультурных, значит, совместимость лучше, но морозостойка сниже, вот и получается, вот, раки были по 3 рубля, но зато, как там было, но мелкие, вот так и тут, а эти были крупные, ну, по 5 рублю, вот, вам, пожалуйста, все как в анекдоте, какие лучше брать, я вроде бы ответил, вернее, как сказать, такой ответ, что это даже не ответ, обтекаемый, так, вот это откуда выскочило, не знаю, я надеюсь, что у нас продолжается разговор, так, можно ли использовать косточки, ваших брикосов для вращения подвои, в нашей зоне, вот, есть, вот, вспоминайте, там мы, да, будем считать, что я раньше ответил на этот вопрос, хотя бы примерно ответил, можно посадить, где более удачное место, где менее удачное место, где более, где менее, все, надо заканчивать, вот то, что тут что-то выскакивает, какие-то квазатики, вот, наверное, надо заканчивать, сейчас покажу, похвастаюсь, вот это вот, Черноваев, видели, вот, если из себя, я считаю профессионал, вот это лучший садовод любитель себе, вот он, ясно, вот, вот, и вот это тоже, и вот это тоже, вот это тоже, вот, а это еще один из лучших, все, ребята, может, это намек, я, значит, два часа из стекла, переходим к вопросам, делаем 5-минутный перерыв, я на кухню, на этот раз кофе завариваю, выговорился, зачем было мне лишать слова, сказал бы им, ребята, нельзя дерево окалечить, нельзя почву окалечить, ну, и зачем мне затыкали рот, я теперь вынужден, об этом, 10 лет уже после этого, талдычит, 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 уж хоть один бы услышал, ученый, затыкать, то есть один бы услышал, взглядел, это не полезно, для нас все Objection, это не случайный целый, Papi, на conclusion, сOl, кухню, нет, он этого не может вынуждены, Продолжение следует... Продолжение следует...